У Бригантина и Самолётика появились младшие братья. Сразу четыре мини-сада открылись в микрорайоне Зенина. Они расположены на первых этажах многоквартирных домов. Посещать группы по присмотру и уходу смогут дети в возрасте от полутора до двух лет. На открытии мини-садов побывали мы. Первое знакомство с детским садом для этих малышей началось с игры. Так говорят воспитатели, дети быстрее привыкают к новой обстановке и новым людям. Знакомиться с воспитателями и родители. Тому, что их дети теперь будут ходить в детский сад, они обрадовались не меньше своих чад. Сейчас есть такая возможность отдать уже год и восемь месяцев и развивать ребёнка. И есть возможность самой как-то развиваться, например, или выходить на работу. Мини-сады практически ничем не отличаются от классических. Те же воспитатели, игровые и развивающие программы. Разве что в каждом саду по одной группе. И в этом есть своё преимущество. Во-первых, это маленькое количество детей. Дети более быстро адаптируются. Эти группы именно по присмотру и уходу, то есть образовательная деятельность в данных группах, она вестись не будет. Игровая, покушали, погуляли, поспали. Мини-сады на базе муниципальных дошкольных учреждений функционируют в рамках пилотного проекта. Субсидия на его реализацию выделена из областного бюджета. В помещениях проведён ремонт, приобретено необходимое оборудование. Посещать четыре мини-сада смогут 80 детей. Спрос и запрос на сады у нас есть. Мест, к сожалению, пока недостаточно, потому что микрорайон растёт. И мы, понятно, что сады строим чуточку, наверное, с опозданием. Своей задачей, чтобы каждый ребёночек, полтора годика и старше, кто желает, ходили в детский садик. В микрорайоне Зени на своей очереди в детский сад ждут 784 ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет. Поэтому в 2021 году в округе откроется ещё два детских мини-сада. Григорий Ворванин, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.